МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите подробности. Традиционное Баталпашинское чтение исполняется 135 лет со дня образования Баталпашинского казачьего отдела и 180 лет Покровской церкви. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жантьюзов. Сегодня в Карачаево-Черкесии на базе предприятия «Селена» открылось новое производство по переработке пластика для вторсырья. За запуском наблюдали министр промышленности республики Мурат Гапов и глава Усюгтинского района Мурат Лайпанов. На месте побывал наш корреспондент Артур Мхце. 35 тысяч тонн пластика в год теперь не будут захоронены на полигонах Карачаева-Черкесии и отправятся на переработку, став сырьём для утеплителей, наполнителей, мебели, геотекстиля. Ровно год назад глава республики Рашид Тимризов посещал это предприятие в Усюгтинском районе на начальном этапе реализации инвестиционного проекта по переработке ПЭД-бутылок. И вот завершены все наладочные работы, цеха выходят на полную мощность. Сегодня мы с вами подводим итоги этого инвестиционного проекта. Это предприятие вышло на полную мощность. Очень отрадно, что это происходит в год, объявленный Рашидом Борисбевичем, годом развития промышленности. Данное предприятие не только увеличило количество рабочих мест и отчисления налоговые, но вместе с тем зародило культуру, много лет потратило на зарождение культуры по сбору отходов. И это такая значимая роль в экологической составляющей. Имеет место быть и увеличение рабочих мест, и налоговые поступления. Но я бы еще хотел добавить, что это предприятие долгие годы развивающаяся, она еще и другое направление имеет. Я бы хотел отметить именно социальную направленность этого предприятия. Первая в России сертифицированная технология позволяет расширить производство полиэфирного волокна, синтепона и флексов. Причем почти все оборудование здесь отечественного производства. Процесс можно разделить на три основных этапа. Сортировка, дробление, создание сырья для многого из того, чем каждый человек пользуется у себя дома. Поступивший на территорию пластик попадает на систему конверов, с помощью которой передвигается по этому цеху. Что происходит в этом цехе? В этом цехе происходит отделение от грязи, отделение от примесей металла, первичная мойка, дальше происходит разделение по цветам и по типу пластмасс. Большая часть работ происходит в автоматическом режиме. Увлекательным процесс превращения старых пластиковых бутылок в волокно не назовешь, но необходимым, без сомнения. Особенно для экологии региона. Это один из этапов трассировки пластика по цвету. Заранее была составлена программа с камера определять, какой цвет выйдет дальше, а какой отправить вниз. Так выглядит дробленный пластик. Его разделили по типу, очистили от примесей, отмыли от грязи. Осталось расплавить, чтобы затем получились тончайшие нити. Причём в производственном процессе полностью исключено использование химии. Такое ощущение, будто невидимые пауки быстро сплетают прозрачную, даже светящуюся паутину. Ну а далее собранное сырьё отправляется на другие линии предприятия, чтобы впоследствии стать частью, к примеру, постельного белья или текстиля для кухни. Рынок сбыта продукции обеспечивается благодаря сотрудничеству с крупнейшими торговыми сетями России. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что в ходе совещания была утверждена корректировка расходной части республиканского бюджета на 2023 год в соответствии с поручениями, озвученными в его ежегодном послании. Бюджет Карачаева-Черкесии, как и в последние годы, остаётся социально ориентированным. Ключевые корректировки коснулись увеличения средств регионального бюджета на здравоохранение, в частности, уделили особое внимание лекарственному обеспечению больных редкими заболеваниями, выделили дополнительное финансирование на эти цели. Кроме того, в расходной части бюджета в соответствии с поручениями главы республики предусмотрены дополнительные статьи на обеспечение региональных мер социальной поддержки населения. Принятые корректировки позволят обеспечить увеличение размера республиканского материнского капитала, размера единовременной выплаты при рождении третьего ребёнка, компенсацию многодетным семьям, а также выплату регионального материнского капитала для семей участников специальной военной операции. Вместе с тем выделено дополнительное финансирование для завершения строительства социальных объектов, в том числе одной из крупнейших в республике школ в селе Учкекен на 960 мест. Также Рашид Тимрезов дал поручение предусмотреть дополнительные средства для участия в регионе в программе по переселению из аварийного жилья. РЖД совместно с инспекторами ГИБДД республиканской столицы и администрации Черкеска провели акцию, организовали профилактическую беседу с водителями автотранспорта о правилах проезда через железнодорожные переезды, раздали памятки. Чтобы избежать трагедии, автовладельцы при подъезде к переезду обязаны руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда. С увеличением автотранспорта и низкой водительской дисциплины акции проводят регулярно. Также отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. Вдохновение автомобиля с поездом, как правило, заканчивается для водителя тяжелыми последствиями. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах возможно только при совместном взаимодействии всех органов управления, участвующих в обеспечении безопасности движения. Призываю всех водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и не подвергать опасности свою жизнь, здоровье и жизнь пассажиров. По распоряжению мэра Черкеска детские сады и школы республиканской столицы уже отапливаются. Подачу тепла в жилые дома, учреждения и предприятия всех форм собственности тепловые сети поэтапно обеспечат с 16 октября. Алексей Баскаев рекомендовал горожанам, жильцам многоквартирных домов для урегулирования вопросов подачи тепла в дома заранее уточнить свою управляющую компанию. По всем вопросам обращается на горячую линию оригинального управления, госжилнадзора и диспетчерскую теплосетей. Вопросы, касающиеся подготовки к отопительному сезону, можно также оставить в социальных сетях на страничке мэрии Черкеска с обязательным указанием адреса. Все сообщения будут рассмотрены и приняты необходимые меры, заверил градоначальник. 80 лет назад завершилось одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась 442 дня. В поселке Аджаникидзевске у мемориального комплекса с защитником перевала в Кавказе прошло памятное мероприятие, посвященное этой героической дате. Собравшиеся отдали дань памяти тем, кто героически защищал отчизну от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защищал Кавказ от фашистских захватчиков. В памятном мероприятии, посвященном в него окончании битвы за Кавказ приняли участие представители власти, общественники, жители республики. От имени главы Карачаева Черкисия Рашид Атимрезово обратился к собравшимся первый заместитель председателя правительства республики Хазарчакуев. Он подчеркнул, что именно благодаря бесстрашной отваге героизму наших предков удалось одержать победу над фашизмом. Сотни тысяч сыновей и дочерей Кавказа ушли на фронт, а те, кто остались в тылу, всеми силами помогали защитникам Родины. Участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 17 февраля 1943 года 20 советских воинов-альпинистов поднялись на вершину Эльбруса. Сбросили флаги фашистской Германии и водрузили флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа. Военные действия разворачивались на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря и требовали от наших воинов необычной выносливости и специальной горно-физической подготовки. Кавказ являлся важным стратегическим объектом, которым хотела владеть гитлеровская армия. Демонстрировая непоколебимую отвагу, советские солдаты полностью уничтожили фашистские войска, тем самым отстояли право на свободу и мирное будущее нашей страны. Поражение немцам на перевала дало возможность советскому командованию выиграть время и накопить резервы и усилить Кавказский фронт. Подвиги защитников перевала Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 года была учреждена медаль за оборону Кавказа, которой были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла. Собравшиеся отмечали, что народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о великом подвиге солдат-освободителей. Народ должен помнить свою историю. Молодежь необходимо приобщать к патриотическому воспитанию. Наша с вами общая задача сохранять и передавать молодому поколению память о самой страшной войне 20 века. О мужестве и героизме наших защитников должны знать именно молодое поколение. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет и сегодня наши земляки продолжают вести борьбу с фашизмом в зоне специальной военной операции на Украине. Участник СВО Федор Дзанаев подчеркнул, что каждый из нас с честью выполняет свои задачи, берет пример с героизма наших предков. Параллелей событий в 80-летней давности много. Почему так получилось? Для нас, кто лицом к лицу столкнулся с украинским неонацизмом, ответ есть. На Украине и в поддерживающих ее странах историю не выучили. А мы с вами знаем о прошлом, думаем о будущем, живем настоящим. Как и 80 лет назад победа будет за нами. В завершении мероприятия собравшиеся почтили память погибших в битве за Кавказ минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Ордженкидзовский. В этом году исполняется 135 лет со дня образования баталпашинского казачьего отдела и 180 лет Покровской церкви Черкеска. К этим знаменательным датам были приурочены традиционные баталпашинские чтения. Подробности у Али Баташева. История казачества, становление и развитие православия, взаимовлияние культур горцев и казаков – основная тема баталпашинских чтений, которые проходят в республике четвертый год подряд. В состав участников – ученые-краеведы из Карачаева, Черкесии, Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Владикавказа, Армавира и других городов, священнослужители, а также студенты среднеспециальных и высших учебных заведений республики. Традно отметить, что сегодня молодежь Карачаева-Черкесии проявляет особый интерес к истории, к истокам своего народа, потому что надо правильно интерпретировать явления, процессы, которые происходили в нашей жизни, накладывать их на сегодняшний день. Станицу по Талпашинскому основывали казаки. Для нас очень важно сохранить эти скрепы, чтобы наше молодое поколение и знало, и передавало эти знания будущим поколениям. На пленарном заседании священник и кандидат психологических наук Александр Нартов рассказал об открытии первой церкви в станице Баталпашинской. Темой доклада историка из Ставрополя Ольги Шафрановой стал феномен российского казачества, который она рассмотрела в культурно-историческом аспекте. Не было бы казачества феноменом, если бы она не возродилась в 90-е годы 20-го века. И сегодня является важной и политической, и социокультурной силой, институтом гражданского общества. Мой доклад в целом об этом. После пленарного заседания участники посетили музей истории церкви и казачества в Никольском соборе Черкеска, после чего Баталпашинские чтения продолжили свою работу в формате секций. Заседания проходили в конференц-зале Никольского собора и Доме печати. Студентка Александра Ахметова считает, что знание истории, культуры и традиций народов Северного Кавказа позволяет лучше понимать друг друга. Мы изучаем историю, а без истории не будет никакого будущего и настоящего. Потому что если не знать свою историю, то будет очень сложно правильно строить настоящее и будущее. Потому что, так скажем, все циклично и бывают некоторые ошибки историй, повторяются. И чтобы их не допускать, лучше всегда что-то предугадывать, узнавать. Понятное дело, что мы живем в век глобализации, что так или иначе границы между народами, культурами, странами, государствами стираются. Но когда есть возможность сравнить картинку, которая имеется сейчас с той картинкой, которая была раньше, это заставляет задуматься и проводить анализы. По итогам работы Всероссийской конференции будет издан сборник докладов и выступлений. Али Баташев Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Экономика страны переживает непростые времена. Санкции иностранные компании от нас за другой заявляют о приостановке инвестиций и продаже принадлежащих им предприятий. Цены на материалы и оборудование растут. В подобных условиях как никогда важной является поддержка отечественной индустрии. Этим занимается Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы на различные проекты. Кто может получить поддержку? Об этом нашему корреспонденту Альбине Ламковой рассказала директор Фонда развития промышленности Карачаевой Черкесии Инна Кохова. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.